Добрый день, дорогие мои друзья! Итак, мы с вами разговариваем про прибавки. В прошлый раз мы остановились на приталенном силуэте, разобрали его, что он может быть выполнен из трикотажа, трикотаж и без рукавов, трикотаж с рукавами, трикотаж без рукавов. Обычное платье без рукавов приталенное может быть, да? И обычная ткань и плюс рукава. И сейчас мы поговорим про изделие полуприталенное, потому что полуприталенное, это чаще всего используется у нас, вот такой вот силуэт, да? Полуприталенный силуэт, вот этот вот силуэт, когда нам нужен воздух, нужны расстояния между телом и одеждой. Давайте напишем здесь, это вторая у нас была история, и силуэт полуприталенный. ПО-ЛУ-ПРИ... Наверное, надо писать с одной... Делаю, пишу в два и делаю ошибку, подозреваю. Ну, вы меня простите. Вот здесь. Так, итак, силуэт полуприталенный. Прибавочка. По груди. Прибавочка нам нужна по талии, прибавочка нам нужна по бедрам, и прибавка к обхвату плеча. Тоже, все зависит от того, допустим, офисный костюм вы шьете, пиджак на работу, да? На подкладке он у вас, или без подкладки. Хотя прибавку на подкладке, на подкладку я, как правило, не делаю. То есть я не добавляю лишние прибавки на то, чтобы предусмотреть жакетик на подкладке. Но у вас полуприталенное может быть и пальто, на самом деле, да? А может быть, это платьица, как вторая кожа, может быть. И вот, может быть, и с тонкой ткани, а может быть, и с толстой ткани, может быть, и с драпа, из какого-то, из полудрапа. У вас может быть выполнен вот этот полуприталенный силуэт. Поэтому тут тоже нет, тут тоже должна быть разбежка какая-то. Давайте разберем более конкретные тогда какие-то варианты. Например, все-таки начнем с такого полуприталенного, но достаточно такого тонкого какого-то материала. Допустим, пиджачок или платьица в офис. Тонкая ткань. Костюмная, плательная какая-то, но она не содержит больших каких-то объемов. И вы шьете вот такое полуприталенное изделие. Значит, прибавочка по груди все-таки небольшая, не более 3-4 сантиметров нужно оставлять. Прибавочка по талии зависит от того, что вы хотите. Но если у вас это силуэт полуприталенный, прибавка по талии уже в 0, в 1 сантиметр не выполняется. Оно может быть и 3, и 4 сантиметра, и 5 даже в конце концов, если вы хотите сделать его посвободнее. То есть вот это будет прибавочка по талии. Прибавочка по бедрам, конечно, уже не 0 сантиметров. Это как минимум 2 сантиметра, но 3 я бы даже не стала делать. Все-таки это полуприталенный силуэт и все-таки формы должны читаться, ну, напишем, конечно, 3 сантиметра, но 3 сантиметра под большим вопросом. Я бы даже вот сюда скорее 1 добавила. 1 сантиметр. 1, 2, 3 сантиметра, это под вопросом. И прибавка к обхвату плеча. Прибавка к обхвату плеча в полупритальном силуэте это 4-5 сантиметров. 6 это будет уже прямой свободный силуэт. Вот эти прибавочки по груди и по обхвату плеча, они дружат, потому что вся прибавка, которая добавляется на обхват плеча, она практически идет на ширину проймы. И ширина проймы у нас, вся прибавочка по груди, она увеличивает ширину проймы, чтобы туда вошел наш рукавчик. А теперь, если будет какое-то пальто, допустим, у нас полуприталенного силуэта, но толстые ткани, толстые объемные ткани, допустим, у нас идут, что бы я сделала? Прибавочку по груди я бы взяла сантиметров 5, прибавочку по талии я бы уже, ну, 4 можно, смотря какое пальто, да? Прибавочку по талии взяла бы уже 4 сантиметра, прибавочку по бедрам я бы взяла, начиная от 3 сантиметров, и прибавочку, ну, и может быть и дальше, 4 сантиметра, скажем, да? И прибавочка к обхвату плеча у меня бы была уже 5 и, возможно, 6 сантиметров. Вот такие вот прибавочки у нас пойдут, если мы хотим сделать силуэт полуприталенный, который зависит у нас от ткани. Что еще? Полный и худой. Значит, чем, в теории так, чем больше у вас размер, то прибавочки должны на самом деле уменьшаться. Но для того, чтобы делать его постройнее и поменьше. И чем меньше размер, тем прибавочки должны увеличиваться. Такое правило, да, оно есть в жизни. Но что происходит у нас на практике? На практике давайте поговорим про нестандартную фигурку, про полненькую фигурку, начиная примерно от 60 размера. Ну, и какой мы ей хотим сшить? Ну, если оно у нас прямое изделие, какой-то оверсайз, вы такие выкройки всегда найдете в интернете. Я про них и говорить не буду, единственное, в конце расскажу, как вам надо эти выкройки проверить, чтобы ими пользоваться. А сейчас давайте поговорим о том, какие прибавочки нужно взять, если у вас полная фигурка. Значит, полная, плюс полуприталенный силуэт. Силуэт. Полуприталенный силуэт. Прибавочка по груди. Прибавочка по груди. Я бы посоветовала 4-5 сантиметров брать. Прибавочка по талии. То же самое. 4 сантиметра. Иногда 3 сантиметра. Если ваши пропорции хорошие, и талия у вас все-таки есть. Прибавочка по бедрам. Это 3-5 сантиметров. И давайте поговорим вот про эту прибавочку по бедрам. У нас может быть такая история. Когда ваша фигурка достаточно крупная, то в изделии, когда вы стоите, ваши бедра могут быть, скажем, там 65 сантиметров. Это 130 в обхвате получается. В полуобхвате мы привыкли говорить, что у нас 65. Вот здесь у вас полуобхват бедер, допустим, 65. Это вы стоите. А вот теперь вы сядьте. Сидите. Так вот, если вы сидите, то полуобхват бедер у вас может быть вот такой. 70. Почему? Потому что вы сами понимаете, почему. Потому что внутренние органы, они все укладываются на коленочки, и получается объем в области бедер больше. И поэтому, если вы хотите платиться так, чтобы вам удобно было в нем еще и сидеть, а не только стоять, вот это надо учитывать. И когда вы выбираете себе прибавку, вы должны понимать, что она должна выходить, вернее, ваше изделие должно выходить по бедрам, вот на эту мерку, на 70. Допустим, ваши бедра 65, то нужно как минимум делать прибавочку 5 сантиметров, выбирать, да, чтобы в сиде они оказались у вас 70, чтобы это в наше платье не перетягивало вас в области бедер и не трещало бы по швам, чтобы вам было удобно. Понятно? То есть мерите себя сидя. Если фигурка большая, мерите свои бедра вот в таком вот положении и, соответственно, этому уточняйте выбор ваших прибавочек. И прибавочка к обхвату плеча. Какая она у нас будет? Прибавочка к обхвату плеча это для полных фигурочек 6-8 сантиметров и более. Если всякие оверсайзы идут, там уже это все, конечно, зашкаливает. Может доходить иногда до 30 сантиметров. Помните об этом и используйте это. Вот такая вот история. Теперь я хотела еще вам рассказать, как проверить ваше изделие, если вы пользуетесь готовыми выкройками. Итак, вы сняли выкройку. Полюбилась вам какая-то выкройка в интернете. Прежде всего, да, вам нужно найти на этой выкройке линию груди. Как это найти? Это надо от конечной точки, от высшей точки плеча и вниз отложить вашу мерочку груди. Не ту, которая есть у нашей выкройки, а именно вашу мерочку груди. И через вашу мерочку нарисовать вот эту самую линию груди, которая будет проходить сквозняком. Талия всегда лежит на одной прямой. Кладите полочку и спинку всегда вот так рядышком, так, чтобы талия у вас была на одной прямой, вот так на одной линии. И после этого начинайте с этим работать. Прежде всего, на этой вашей выкройке вы должны найти линию груди, линию талии и линию бедер. И, соответственно, поверх вот этой выкройки построить свою линию груди, линию талии и линию бедер. И потом уже взять сантиметровую ленточку и померить аккуратненько. Никогда ничего не складывайте. Вот я вижу здесь 28 по линии груди, да, запомнила эту цифру, передвинула и прочитала здесь. Здесь я вижу 53. Ничего не складывайте. Итак, я обнаружила в выкройке 53. Затем вы должны посмотреть на свою собственную мерочку. Если у вас написано полуобхват груди 50, то вы от 53 отнимаете 50, получаете 3 сантиметра. Такова прибавка вот в этой выкройке. Понятно? Сверяете ее с теми прибавочками, которые, допустим, вы себе предполагаете использовать. И выбрали. И только тогда начинаете работать. Или как-то меняете эту выкройку, выходя на те прибавки, какие у вас есть. Точно так же поступаете с линией талии. Еще раз напоминаю, если изделие приталенное, начинаем отсюда. Доходим до начала выточки 17. Пропускаем ее. Теперь доходим до бокового шва 24. Пропускаем боковой шов. Запоминаем 34. Передвигаем и читаем. 43 сантиметра или 44 сантиметра. 44 сантиметра это талия у нас вот на этой выкройке. Если вы хотите, если ваша талия, смотрите на мерку талии, СТ равно 40, то от 44 отнимаете 40, получаете прибавку 4 сантиметра. И так далее. Понятно? Значит, здесь 28. 28 прибавляем. Читаем 54 сантиметра. А у меня бедра 52. 54 отнимаю. СБ 52 прибавка 2 сантиметра. Вот таким образом я проверила грудь талия бедра. Пожалуйста, выходите, пользуясь чужими выкройками, выходите на те прибавки, которые вам нужны. Хотя бы вы не будете делать грубейших ошибок и не будете допускать вот эти вот ошибочки, не будете получать совершенно неожиданных для вас результатов. Теперь смотрите, что с рукавчиком, как его проверить. Прежде всего надо проверить вот эту ширину. Что я тут вижу? Я тут вижу 35 сантиметров. Вот здесь у меня 35 сантиметров. Значит, ширина рукава под проймой у меня 35 сантиметров. Смотрю при этом на мерочку. Обхват плеча. А обхват плеча у меня 30 сантиметров. От 35 отнимаю 30, получаю 5 сантиметров. Прибавка к обхвату плеча 5 сантиметров. Меня это вполне устраивает, потому что такой рукавчик никогда не будет мне мал. И я могу, он спокойно дружит и попадает вот в эти наши интервальчики, где мы говорили с вами о силуэтах и о прибавках. Но это еще, мои хорошие, не все. Заканчивая тему проверки, тогда уж вскользь, если мы ее коснулись, заканчивая тему проверки чужих лекал, я хочу ваше внимание обратить на наиважнейшую историю, на самую, пожалуй, главную, которой мало кто придает значение. Итак, вы нашли обязательно линию талии на ваших выкройках, на тех выкройках, которыми собираетесь воспользоваться. Она у вас есть. Но вы должны еще найти и измерить обязательно сантиметровой ленточкой длину переда до талии. Посмотрите, ДТП, как она меряется? Это от высшей точки плечевого шва параллельно до талии. Вот у меня сейчас 44 сантиметра. Я вижу здесь 44. Это мерочка ДТП. Ну, давайте мы ее где-нибудь запишем. Сейчас возьму чистый листочек. У нас есть еще 4 минутки. Мы успеем, наверное, это все завершить. Итак, мы записали Д, длина до талии по переду 44 сантиметра. Тут же можно померить и высоту груди. Высота груди у меня на выкройке 27 сантиметров. И сверить со своей. А как же, то нагрудная выточка попадет не в то место. А теперь я, мои хорошие, буду мерить длину до талии по спинке. От высшей точки плечевого шва 42 сантиметра. ДТС у меня здесь 44, а здесь 42 сантиметра. А теперь посмотрите самое главное. Что нужно нам сделать? Уберем, уберем пока. Нам нужно найти баланс. Баланс. Для этого от мерки ДТП отнять мерку ДТС. Получится 44 минус 42. Получится 2 сантиметра. Вывод. Какая у нас осанка? Если у нас баланс равен от 1 до 3, то осанка обычная. Вот так вот, да? Ваша она или не ваша, вы уже вам судить. А вы будете знать, какая у вас осанка. Если у вас на выкройке осанка от 1 и менее, да, вот так вот, может быть, мы напишем, то это сутулая фигура. Не пользуйтесь выкройками, у которых баланс равен нулю, у которых длина переда до талии равна длине спинки до талии. Это будут выкройки с маленьким раствором нагрудной выточки. И, как правило, они на обычную или на перегибистую фигурку, они дадут нам заломы и очень большие. И если баланс 4 сантиметра и там и более 5, то это перегибистая. Значит, смотрите, обычно выкройки делают вот такие готовые, потому что с ними работать легче. Там не надо думать, куда отправить нагрудную выточку, чтобы она строго проходила через центр груди. Там можно вообще без нагрудных выточек делать на сутулую фигурку. Будьте внимательны и будьте осторожны. Если у вас фигура, не дай бог, перегибистая, а вы взяли вот эту выкройку, вам очень с большим трудом удастся, выполняя какие-то сложные манипуляции, сделать, перевести свою сутулую выкройку, выкройку перегибистую. Меняется все, меняется пройма, форма этой проймы. Следом за проймой обязательно нужно менять окат рукава. Оно вам надо, поэтому не ходите туда, не пользуйтесь вот такими выкройками, если вы имеете перегибистую фигурку. Если вы обычную фигурку имеете, тогда это еще возможно. Там, как правило, потому что баланс вот в этих выкройках может быть один, может быть два сантиметра, иногда три, если повезет на большие размеры. Но вот для обычной фигурки, да, можно брать. Но для каких-то полных фигурочек, когда уже баланс вот такой заметный, и фигурка становится перегибистой, этого делать нельзя. Ну вот, пожалуй, наверное, самое главное успела вам рассказать про прибавочки и про то, как проверить нашу выкройку. До новых встреч! Всегда ваша Галина Коломейко.